Добрый день! Школа психиатрии для всех. Вопрос к занятию номер 15. Вопрос номер один. Можно ли с помощью психотерапии снизить выраженность расстройства личности до степени акцентуации характера? Надо сказать, что вообще вопрос расстройства личности или психопатии по-старому, акцентуации личности, возможности лечения расстройства личности, очень скользкий, потому что очень точно, вот абсолютно точно определить границы, где, допустим, заканчивается расстройство личности, которая является, суть, патологически измененным характером, препятствующим нормальной социализации человека, и акцентуации личности, которая является особенностями личности, также вполне возможно мешающими социализацией, но не в такой степени, как расстройство. Вот четкой границы между этими понятиями нет. Ну, условно, условно, мы берем именно вот этот вот критерий возможности, либо невозможности социализации. Если социализация возможна, то это скорее акцентуация, и если социализации не получается никак, то скорее расстройство личности. Безусловно, психотерапевтические мероприятия, причем самые разные, как индивидуальная психотерапия, так и групповая психотерапия, как обучающая психотерапия, и, собственно, даже не столько может быть психотерапия, реабилитация и ресоциализация, безусловно, могут в определенной части расстройств личности, которые ранее назывались краевыми психопатиями, то есть приобретенными вследствие каких-то внешних неблагоприятных факторов, там, педагогической запущенности, сложных семейных отношений, множественных хронических психотравм и так далее. Вот в этом случае, когда расстройство личности обусловлено внешними обстоятельствами, если будет психотерапия, если будет ресоциализация, адаптация, реабилитация человека-носителя этого расстройства личности, краевого, то тогда можно будет, наверное, опять-таки, точно очень сложно сказать, добиться того, что уровень вот этих вот личностных особенностей снизится от расстройства личности до уровня акцентуации. Если же мы говорим о ядерной, так называемой ядерной психопатии, старыми терминами, да, то есть исключительно генетически детерминированной неспособностью воспринимать или иные социальные нормы, как про социальные психопатии расстройств личности, то здесь, конечно, никакие психотерапевтические мероприятия не помогут. Но поскольку, опять-таки, абсолютно жесткой и четкой границы между краевой и ядерной психопатией все-таки нету, то, безусловно, надо пытаться прилагать эти вот усилия психотерапевтического плана с целью максимально адаптировать человека. А уж удастся ли снизить уровень напряжения с расстройства личности до акцентуации? Ну, если удастся, слава богу, если не удастся, все равно надо пытаться. Вот так можно ответить на этот вопрос. Вопрос номер два. Если признаки расстройства личности удается выявить и начать лечение рано в допубертатном возрасте, можно ли предотвратить развитие расстройства или это необратимый процесс? Если необратимый, то почему тогда некорректно ставить диагноз расстройству личности детям? Ну, дело в том, что расстройство личности, как я сказал ранее, это патологически измененный характер. Характер формируется не в самом детском возрасте, то есть окончательное формирование характера, ну, опять же, весьма условно считается окончание пубертата. Пубертат в разных странах тоже оценивается по-разному, в штатах пубертатка до 25 лет. Поэтому постановка диагноза расстройства личности в тот период, пока еще личность не сформировалась, характер не сформировался, не является корректным. Да, действительно, если речь идет о тяжелой ядерной психопатии, мы можем видеть абсолютно неадекватное, неуправляемое поведение, ну, допустим, опять же, при той же социальной психопатии, которая чаще всего как бы ассоциируется именно с психопатиями, и в детском и в подростковом возрасте. И клиническая картина не будет отличаться у того же пациента и во взрослом его состоянии. Но дело в том, что в детском и в подростковом возрасте мы можем наблюдать массу психопатологических феноменов, которые возникают, а потом исчезают. Причем возникают ниоткуда, исчезают никуда. Очень яркие, очень насыщенные буквально субпсихотические, психотические эпизоды, которые, казалось бы, однозначно говорят о том, что дальше будет шизофрения, дальше будет какое-то явное безумие, сумасшествие. И по прохождению пубертатного периода все исчезает. Абсолютно ровный, нормальный, здоровый человек до конца жизни. Никаких эпизодов, никаких проявлений психического заболевания больше нет. Такое встречается и встречается не так уж и редко. Поэтому выставлять диагноз, который подразумевает пожизненность, потому что расстройство личности, естественно, не имеет обратного развития, оно не исчезает. Вот так вот на фоне еще формирующей психики некорректно. Относительно раннего выявления и начать лечение, можно ли предотвратить развитие? Опять та же самая ситуация, как и в первом вопросе. Если речь идет о так называемой краевой психопатии, когда основную, так скажем, структуру психоэмоционального расстройства, расстройство личности, можно объяснить внешними неблагоприятными факторами, то да, раннее выявление и начало терапии, естественно, дает гораздо более, так скажем, позитивный прогноз на будущее. Если все обусловлено диэнтически, если внешние условия, в общем-то, влияют минимально, то здесь, конечно, хоть раннее выявление, хоть раннее начало каких-то психотерапевтических мероприятий, скорее всего, никакому существенному улучшению не приведут. Это что не означает, что не надо пытаться, конечно. Третий вопрос. У меня сложилось довольно противоречивое впечатление о людях с диссоциальным расстройством личности. Вот, тем самым, асоциальным. С одной стороны, эти люди хладнокровны, расчетливы, эгоистически, умеющие манипулировать окружающими, предугадывать их поведение. С другой стороны, эти люди не умеют учиться на своих ошибках, часто совершают преступления, риск наказания от которых несоизмеримо выше прибыли. И вообще нарушают социальные нормы даже в ситуациях, когда соблюдать их было бы явно выгоднее. Это действительно так. Это действительно так во второй части вопроса. То, что человек не чувствует вот этих вот границ норм, закона, права, морали. Причем это не связано с его обязательной прибылью или выгодой. А вот в первой части, что это люди обязательно хладнокровные, расчетливые, ну, эгоистичные, как правило, да, умеющие манипулировать и предугадывать поведение. Вот насчет хладнокровия, расчетливости, умения угадывать поведение и манипулировать, это далеко не ко всем людям со социальным расстройством или с дисоциальным расстройством личности в обязательном порядке относится. То есть это может быть, но это скорее все-таки не правило. Я бы даже сказал, скорее исключение. Основная масса – это как раз те люди, которые совершают одни и те же ошибки, ошибки в виде нарушений, грубых нарушений закона, с тяжелыми юридическими последствиями, абсолютно не имея от этого какой-то вот выгоды. То есть вот той самой расчетливости, о которой вы пишете, хладнокровие, да, и умение манипулировать, речи вообще не идет. Если человек выходит из заключения и, ну, условно говоря, там разбивает лицо первому попавшемуся человеку для того, чтобы прикурить, условно, и опять садится уже как рецидивист. Так что нет. Здесь я бы не стал наделять людей со социальным, дисоциальным расстройством личности вот этими вот чертами, таких вот профессиональных злодеев. Такие люди есть, да, безусловно, но это далеко не правило. Четвертый вопрос. Чем отличается шизоидное расстройство личности от расстройства аутистического спектра, в том числе аспердера? Есть общие черты, особенно внешние, это может быть вполне похоже, но шизоидное расстройство личности – это в первую очередь еще, опять-таки, уже который раз повторяю, патологически измененный характер. Вариант аутизма, в том случае вот вариант синдрома аспергера или аутизма аспергера – это прежде всего нарушение коммуникации как таковой. То есть все остальное, все остальное характерное для шизоидного расстройства, то есть это такой еще более облегченный вариант шизотипического расстройства, странности мышления, необычность поведения, некоторая угловатость, некоторые моменты, ну, не то что прям грубых нарушений мышления, но специфичности, своеобразности мышления. Вот это вот при синдроме аспергера настолько не выражено, как при шизоидном расстройстве личности. Шизоидное расстройство личности – это прежде всего, еще раз повторюсь, это прежде всего патологически измененный характер. То есть у них никогда не достигает аутизации такого уровня, как при синдроме аспергера или при аутизме. Так что разница вот в этом – выраженность симптоматики. В одном случае мы говорим о специфичности личности, о специфике характера, который нету ни начала заболевания, ни конца. В другом случае – ну, это при расстройстве личности. А при аспергере, при аутизме мы говорим о том, что именно вот коммуникативные функции и, соответственно, обмен информацией и коммуникативные функции конкретно, они очень сильно страдают, и вследствие этого меняется и поведение, и, собственно, жизнедеятельность человека. Ну, не знаю, насколько я понятно объяснил, но смысл вот в этом. Вопрос достаточно интересный и сложный, возможно, не раскрыл полностью. Пятый вопрос. Существуют ли какие-либо эффективные способы лечения расстройства сексуального поведения? Правда ли, что аверсивная терапия неэффективна? Ну, насколько я знаю, достаточно эффективных способов лечения расстройства сексуального поведения, вот так, чтобы вот взяли и вылечили? Ну, их либо не существует, либо они абсолютно все размещаются в области сочетания всех возможных видов терапии. То есть, это и медикаментозная терапия, и в обязательном порядке интенсивная, массивная психотерапия. Но, как и любая психотерапия, здесь она помогает в том случае, когда человек достаточно активно на неё идёт, имеет силы и возможности для её реализации. Насчёт аверсивной терапии, честно говоря, не могу экспертно так сказать, насколько она эффективна, но, честно, вот если исходить из принципа аверсивной терапии, то я крайне сильно сомневаюсь, что она, в принципе, может давать хоть какой-то, ну, положительный эффект. Я даже опасаюсь, что, в принципе, применение аверсивной терапии при сексуальных расстройствах может усугубить проблему и перевести расстройство на более тяжёлый уровень. Но это моё предположение, поэтому я не хотел бы вот так вот выдавать его, как такое вот высокопрофессиональное мнение. Так, ну вот такие вот ответы на вопросы по занятию номер 15 «Школа психиатрии для всех». Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube. Всего вам хорошего. До свидания.